Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим и сегодня хочу вместе с вами пофаниться на аккаунте с тремя шерлоками и тремя кэри. Хочу вам показать как такой командой можно побеждать воид героев. На моем сервере тут конечно всего несколько королев, я кстати не знаю почему все делают выбор именно в сторону королевы. Конечно она выглядит как более универсальный герой чем Сяшка, но Сяшка как соло герой в вашей команде она покажет себя намного лучше. Тут по моему на сервере всего три королевы, да у этого чувака есть, хотя нет скорее всего больше. Ну в общем мы сейчас найдем этих чуваков с королевой и подеремся с ними. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу вместе с вами добить пятнадцатый кор, пятнадцатое ядро и получить как раз таки сферу. Кстати говоря по моему шерлока ни разу отсюда не получил, вот уже 4% и никак он не выпадет, а кэри получал. Итак пятнадцатый кор, пятнадцатая сфера. Вот такую вот нарисуем фигню. Сто процентная сфера получена. И сейчас мы это обменяем на научные вот эти звездные осколки. Полетели. Как я и говорил, я советую вам на аккаунте покупать именно вот эти, вот эту валюту звездные осколки, потому что она вам позволяет более универсально подходить к прокачке вашей команды. И чем я на этом аккаунте и занимаюсь. Итак, давайте прокачаем третьего шерлока и сейчас после этого я вам покажу в принципе всю науку. Кстати говоря, скорее всего, да, не хватит до тридцатого уровня. Я уже подумал, что придется сейчас десятизвездочного героя готовить. Хотя подождите. Да ладно! Оказывается нужно десятку готовить. Итак, друзья, все готово. Скрафтил максимально быстро десятизвездочного гру и сейчас мы его скормим в этого третьего шерлока. Кстати говоря, планируется скоро уже четвертый. Поднакапливаю копии. И смотрите, что получается на данный момент. Значит, первый шерлок с такой наукой. В принципе, они все с одинаковой наукой. Это второй шерлок и третий шерлок. У всех прокачано до второй пассивки, которая увеличивает шанс контроля с обычной атаки. По билдам. Все шерлоки одинаковые с билдами, кроме второго. Здесь третий жезл. Скорость плюс здоровье. Билды вот такие. И единственное, что отличается. На данном событии я приобрел шарик. Все-таки прокачал его на три. Это прям максимально сильный артефакт, который позволяет контрить Рассела. И за счет этого, в принципе, вы очень сильно можете жить против каких-либо противников. Данный шерлок разогнан чисто на атаку. Такие пассивки. 473 тысячи атаки. И первый шерлок, которого мы сейчас скачали. Скорость плюс здоровье. Нулевый жезл жуи. И вот такие вот пассивки, как и у третьего. У всех легендарные скины. На скины заморочился. А на событии Хэллоуина я получил вот эти скины. И, соответственно, поэтому они у меня все в скинах. Но, помимо шерлоков, на данный момент пока нет четвертого. Я также влил часть науки в кэри. У всех трех кэри прокачано до первой пассивки. Первая пассивка увеличивает скорость. В принципе, ради этого и качал. Но также повышает там еще другие характеристики в виде атаки и так далее. Так, третья кэри. Давайте с первой начнем. Две кэри. Стандартная скорость плюс атака. И вот первая колоколы демона. И третья кэри просто с артефактом вздох на скорость плюс здоровье. Нет еще одного жезла. Поэтому вы можете ставить просто арт на здоровье, если вам нужна кэри со скоростью. Также этот артефакт можно заменить на абсолютно вот этот. Обычный скоростной оранжевый артефакт. Он будет давать точно такие же характеристики, как и вот этот лесной. В принципе, разницы нет. Скорость плюс атака точно так же. Пассивки показал. Все, давайте переходим к боям. И сейчас мы найдем обладателя королевы первого. На арене с ними не буду драться, потому что это мои сагильдийцы. И особенность также данной команды в том, что я буду использовать лесу. В чем преимущество лесы? Объясняю. Шерлок получает с каждой ульты по две карты, по-моему. За счет этого карты дают ему выживаемость, так как он может обмениваться здоровьем. И также отражать контроль какой-то. Поэтому чем чаще Шерлок ультует, тем больше карт он накапливает. Насколько я понимаю, ограничения по картам нет в этой игре. Поэтому, когда контролится противник и он не сбивает карты, Шерлоки все больше и больше накапливают эти карты. И потом их все сложнее убить. Поэтому данный питомец выглядит очень круто именно под такую команду. И я буду использовать именно его. Давайте смотреть. Вне видео без проблем вот этих противников на самом деле побеждал. Но так иногда случается, что на видео винрейт меньше становится. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Королева в контроле уже. Вчера полностью всю эту команду законтролил. Она вся абсолютно была в контроле. Также немаловажно то, что делают керри. Они абсолютно точно так же контролят противника за счет выжигания энергии. То есть это не позволяет противнику, в принципе, ничего делать. И вот сейчас все, кроме Шерлока, были, кстати говоря, в контроле. Ну, вы видите, какая грязь происходит. Шерлоки живут. Они будут жить очень долго. Они постоянно обмениваются здоровьем. Им, в принципе, ничего не страшно. Королева уже остается на нуле. Она выходит из контроля. Дает обычную атаку. Но, скорее всего, это ей не поможет. Да. И она умирает. Обычно никто из Шерлоков не умирает. То есть керри постоянно дохнут. Но шерлоки остаются живыми. Рассела добили. И последняя керри. Отлично. Вот такие вот результаты. То есть вы можете посмотреть на команду справа. 263 миллиона от Рассела. 97 миллионов от Королевы. Но эта команда проигрывает в сухую. Все три шерлока живые. А керри, понятно, они возрождаются. Там не важно. Они наоборот. Чем чаще умирают, тем лучше. Керри, в принципе, очень круто заходят также под эту команду. Потому что, когда они находятся в форме духа, они также наносят классный урон. И это все работает в синергии. В общем, приятно, приятно. Как вы видите, керри, в принципе, очень быстро отлетают. И самая забавная еще особенность этой команды в том, что я не использую этих Роганов. То есть Роганы сейчас в мете, но нет ни одного Рогана в этой команде. Кстати говоря, он забирает Шерлока. Его Шерлок законтролил двух моих. Это прям максимально неприятно. Остается один Шерлок с третьим шаром Алгуста. И давайте посмотрим, получится ли его победить. Кстати говоря, Рассел наносит урон. Он, видимо, подкачал его, я не знаю. Да, Рассел в этот раз победил. Но на самом деле я первый раз вижу победу вот этого Сагильдиса против команды с Шерлоками. То есть зачастую он проигрывает. Мне кажется, в прошлом бою просто рандом был на его стороне. Как-то он очень быстро слил Шерлоков. Королева за счет обмена здоровьев уже на нуле почти. Она уже не имеет толком здоровья. Еще и под Сайленсом. Да, Лиса также накладывает Сайленс, в принципе, с 40% шансом. Поэтому этот контроль не стоит недооценивать. Королева уже улетела. Ну вот, как обычно проходит бой. То есть второй бой, он был исключением, так сказать, по чесноку. И керри добираем. В общем, друзья, вот такая вот первая победа против обладателя Войт Королевы. Это, кстати говоря, не залетный Сагильдиец. Они берут топовые места на второй арене. Поэтому он не самый слабый на этом сервере. Он, по-моему, вообще топ-1 на арене. Трамбон, давайте посмотрим. Да, он топ-1 на арене. Топ-1 сервера, можно сказать. Но на самом деле я просто на арене сейчас не особо там стремлюсь в топ. Потому что топ-1 Сагильдиец. И там постоянно начинаются рамсы. Кто будет первый. И вы сливаете много билетов. В общем, я сейчас перестал этим заниматься. Давайте найдем еще одного обладателя Королевы. Например, вот такой Фара. Также один из топов этого сервера. Давайте посмотрим, на что он способен. Фара на самом деле более грамотно подходит к расстановке команды. К подбору билдов. Потому что до этого, там, я не знаю, пару месяцев назад, когда я против него дрался. У него был очень сильный отряд. То есть билды он умеет подбирать. Этот чувак разбирается в игре. Относительно всех остальных, с кем я дрался. Поэтому с ним может быть сложно. Так, ну Королева уже почти просела. К сожалению, он бьет Шерлока Рассел не того, кого нужно. Но он не успевает его добить. Так, Королева уже умерла. Тикс также умер. Тикса вообще в топовой пачке не советую использовать. Это не тот герой, которого стоит ставить. Одному Шерлока он все-таки забрал. Рассел у него, насколько я понимаю, очень сильный. То есть обычно у Фары был очень сильный Рассел. Но это ему также не помогает. 136 от Рассела, 114 от Королевы. И, кстати говоря, у него топовая рамка. Вот эта донатная рамка, друзья, она прям очень лютая. За счет того, что она дает 9% иммунитета к контролю. И, кстати говоря, за счет этой рамки он частично контрит Шерлоков в моей команде. Давайте еще с ним подеремся один раз. И, как я уже сказал, у меня забавляет то, что все на этом сервере почему-то сделали Королеву. Я не знаю, почему отдали именно приоритет на Королеву. Если бы я делал первого героя сейчас, я бы выбрал именно Сяшку. Так как я тестил Королеву и Сяшку, я знаю силу обоих героев. Но сейчас, на самом деле, лучше уже дождаться Асмода, который, скорее всего, выйдет на Китайский Новый Год. Предположительно, это будет на Китайский Новый Год, потому что на обычный Новый Год рановато для еще одного войд-героя. Так как Королева довольно недавно вышла. Ну вот, вы можете видеть, что Королева абсолютно не выходит из контроля. В отличие от Сяшки, в чем преимущество Сяшки? Сила, в принципе, Сяшки в том, что у нее есть очень-очень имбовые увороты. Увороты очень сильно решают. И, как вы видите, тут вообще без шансов. Без шансов все происходит. И также влияет очень сильно, как я и сказал, наука. Войд наука, которая прокачана у всех Шерлоков и также у всех Кэри. Давайте на арене попробуем найти. Например, вот этот чувак с Королевой. Пре-Де. Топ-2 сейчас. Давайте с ним подеремся. Кстати говоря, я, по-моему, с ним дрался. Но записи боя не осталось. Так. Вот он. Полетели. Этот чувак тоже сильный. Это в прошлом основной противник Калича на этом сервере. То есть он донатил больше всех. И вот это основной противник, короче, на этом сервере. Противоборствующий клан. Так, ну, один Шерлок в контроле. Кстати говоря, вот что хотел еще сказать. Многие заблуждаются по поводу отражения контроля Шерлока. И немногие это знают. Шерлок не отражает контроль Шерлока. То есть Шерлока противника. Он не может отразить видоизменения. То есть вы должны это знать. И это означает то, что Шерлоки контрят сами себя. То есть если вы нападаете на Шерлока, то вы можете законтрить его именно Шерлоком в своей команде. Кстати говоря, до сих пор ни разу не законтролили королеву. Как же ему повезло. Просто жесть. Ну, смотрите, мы почти его убили. Но ни разу не законтролили его королеву. Это прям очень печально. Но бой еще не закончен. Рассел его ничего не делает. Единственное, кто наносит урон, это королева. И, кстати говоря, мы контрим королеву первый раз за бой, по-моему. И Кэрри не выжигает энергию королеве. Да что ты будешь делать? 70% шанс. И Кэрри не выжигает энергию королеве. Но сейчас она отъедет. Сейчас Кэрри ультанет и королева сдохнет. И Расселу тоже ГБ уже. Но тут, скорее всего, победа. Да, здесь 100% победа даже. Я бы сказал. Хотя если Рассел ультанет, возможно, не будет победы. Нет, мы ему выжгли энергию. Это, скорее всего, победа все-таки. То есть, казалось бы, в самом-самом плохом стечении обстоятельств мы забираем победу. Вот такая вот, друзья, с Лисой интересная команда, которая на данный момент побеждает команды с королевами. Честно скажу, если бы была Сяшка, я думаю, что с Сяшкой были бы большие проблемы. Как вы видите, большие цифры урона справа, но это ничего не означает. Урон в этой игре ничего не означает. Самое главное, это правильно настроенная команда. В общем, что могу сказать по следующим изменениям на данном аккаунте. Я продолжаю тратить гемы, которые прилетели с компенсации на коры. Как я и говорил, я скупаю только коры, потому что это валюта, которая позволяет очень сильно бустить вашу команду, даже если в ней нет воид-героев. Так как есть герои, которые контрят, в принципе, остальных. Как я и говорил, Шервак это герой, единственный в игре, который не имеет минусов. То есть, у него абсолютно нет никаких минусов. Единственное, что у него отсутствует, это урон. Именно вот с руки урон, да. Но после 15 раунда этот урон появляется. Ну а до 15 раунда он наносит урон за счет обмена здоровьем. То есть, обмен здоровья также имбовый, насколько вы знаете. Поэтому продолжаю скупать коры, продолжаю открывать их в воид-призыве и прокачивать науку каждому Шерлоку. Моя основная цель это докачаться до пассивки со скоростью. То есть, мне даже не особо интересна третья пассивка. Мне интересно именно вот в последнем кольце. Тут нельзя это посмотреть. Вот предпоследняя пассивка во всем этом кругу, это пассивка на скорость. Я хочу сделать максимально быстрых Шерлоков. И также преимущество будет в том, что под Шерлоков после скорости на Пырящем острове я буду прокачивать следующую статую именно под Шерлоков. И это очень сильно усилит их. То есть, у меня будет в этой команде преимущество в том, что я буду качать острова вот эти именно под Шерлоков. Это будет очень-очень круто. Поэтому, если вы хотите в будущем увидеть видео еще с этого аккаунта, также, возможно, какие-то предложения у вас будут, пишите об этом в комментариях. Поддержите пальцем вверх за вот такой вот интересный и уникальный контент. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать будущее видео. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok